Здарова, народ! Итак, сегодня поговорим с вами о расстоянии звукоснимателя от струн. Без лишней воды и вообще реально. Не забывайте, что я сотрудничаю с магазином Stronker, а также с магазином PedalZool. Вся информация в описании. Так что с промокодом Desmokers вам будет небольшая скидочка в этих магазинах. Итак, приступим. Многие спрашивают, интересуются, какой же все-таки должна быть дистанция между звукоснимателем и струнами, то есть высота звукоснимателя. Итак, мы с вами запаслись сегодня отверткой. Посмотрим, как это все действует в реальном. Сразу могу вам сказать, что здесь нету какого-то конкретного совета, как должно быть. Вот как должно быть, вам никто не скажет. Вы должны сами решить. Ну, смотрите, что получается. Возьмем нековый звукосниматель, поэкспериментируем на нем. Итак, сейчас я вот этот нековый звукосниматель поставлю максимально близко к струну. Какой же у нас будет звук? Так, итак, вот я его вытащил почти на полную катушку, практически, ну, чтобы прям было слышно, да, в чем дело. Итак, поиграем же теперь на нем. Теперь опустим его максимально вниз. Поиграем же теперь вот в этой позиции, когда он максимально находится внизу. Итак, сравним теперь два этих варианта, просто прям вот так всклейку. Теперь попробуем поиграть какой-нибудь соло. Итак, видите, какое стало звучание? Звучание стало очень теплое такое, похоже на старый стратокастер, то есть, как будто это уже звучит, как будто, я не знаю, какой-то там кастом 70-го года. Итак, вернем положение теперь на самый наверх, сыграем то же самое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, видите, да? Звучание становится намного-намного ярче, да? То есть, сравним теперь всклейку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, видите, да, что получается? То есть, если звукосниматель стоит в самом-самом низу, звучание становится мягче, но и громкость становится тоже тише. Если звукосниматель стоит наверху, то гитара звучит более ярче. Как я обычно говорю, она уже начинает напоминать консервную банку. Такой отзыв у нее появляется, если когда совсем в изоконе стоят. Вот. Вот это положение звукоснимателя вы должны сами себе найти, какое вам устраивает. Но обычно, обычно, на стратокастерах обычно ставят вот эти звукосниматели вот так вот как бы наискосок. То есть, верхняя часть звукоснимателя утоплена вниз на больших струнах, а нижняя часть звукоснимателя, она поднята наверх, чтобы солировать было легче. Потому что, когда вот на этих тоненьких струнах слишком маленькая громкость, ну, неудобно становится играть там. Допустим, особенно, если вы играете в коллективе, да, обычно вы солируете на нижних струнах, поэтому они должны быть выделены поярче. Поэтому вот этот вот низ звукоснимателя, его обычно приподнимают наверх. Также вот можно посмотреть, ради прикола, да, вот самый, один из известных стратокастеров, Дэвида Гилмарон, как у него стоят звукосниматели? Вы видите, да, что у него тоже стоят они наискосок. То есть, большое расстояние до толстых струн и относительно небольшое расстояние до маленьких струн. Но здесь есть философия некая. В этом во всем есть своя небольшая философия. Вот, допустим, чем старые стратокастеры, чем старые вообще гитары отличаются от новых гитар, да? Почему новые гитары так хорошо вот прям так вот позвенивают, и они звучат очень ярко? В отличие от, допустим, каких-то старых фендеров, от кастом моделей каких-то. То есть, смотрите, если, допустим, проходит лет 40, я не знаю, гитары реально старые, вот, допустим, как вот у меня был этот фендер 69-го года, то, знаете, первое, что я заметил, когда я его включил... Кстати, очень он многим понравился по звучанию. Вот мне до сих пор пишут в комментах, что вот это фендер, звук так звук. Вот, смотрите, первое, что я обнаружил, когда я его включил, да, подключил, он звучит очень-очень тихо. То есть, это не громкая гитара. То есть, нужно прям, нужно прям громкость того, куда вы включаетесь, нужно прям реально вставить громкость на полную, чтобы его услышать. То есть, он реально подсаженный. Почему он подсаженный? Потому что со временем звукосниматели, магнит, магниты размагничиваются. И вот этот вот дорогой, крутой вот этот звук кастомный, который все ищут, он от чего вообще берётся? От того, что звукосниматели старые, и они немножечко размагничиваются. И когда они немножечко размагничиваются, то звук вот этот вот на стратокастерах, ну, вообще, в принципе, на любых гитарах, он начинает так округляться. То есть, такой кругленький начинает становиться, такой богатый, обертонами. Это всё происходит на старых звукоснимателях. То есть, тем самым, если, допустим, вы недовольны своим стратокастером, допустим, или гитарой, что она у вас звучит слишком ярко, то есть, ну, так уже, знаете, как консервный банк, как я называю, то вы можете просто опустить звукосниматель, максимум туда вниз их утопить, и вы уже свою гитару не узнаете, она уже у вас будет звучать примерно на 1025 рублей дороже будет звучать. Вот. Если же вы, допустим, наоборот, вам нужен яркий звук, соответственно, вы эти звукосниматели должны поднять, он у вас будет этот яркий звук. Также, кстати говоря, владельцам гитар типа Les Paul, у которых там хамбекеры, да, и вот эти вот хамбекеры, они закрыты крышкой металлической, знаете, да, такие модели. Есть открытые хамбекеры, а есть закрытые. Так вот эти закрытые хамбекеры, они тоже съедают звук, вот эти закрытые хамбекеры. То есть, если вы хотите, чтобы ваш Les Paul звучал тоже ярче, как бы на дистошене позлее, вы вот эти вот крышечки металлические можете открутить, и просто, чтобы у вас хамбекеры, как бы, оголились, так сказать, Чтобы они у вас были без этой металлической крышки Потому что эта металлическая крышка Она съедает тоже звук То есть она как бы гитару немножечко туда Тоже вот в эту кастумность Начинает она отдавать То есть такой стариной То есть вот такие простые правила То есть тут нету никаких То есть тут нету никаких конкретных советов Как они должны быть Обычно у стратокастера Обычно они стоят наискосок у всех То есть вот эта верхняя часть утоплена Нижняя часть чуть-чуть поднята То есть чтобы слышно было тонкие струны В принципе вот такой совет Единственный я могу дать по поводу стратокастеров Годами проверенная схема Многих она устраивает На гитарах типа Лиспол Если на каких-то хэй металлических гитарах Вы можете поэкспериментировать со звучанием Поэкспериментировать с дистошном Как он вам больше нравится Вам больше нравится что вот Смок он в лотер играть Чтобы это действительно было похоже на классический рок То есть с теплым таким звуком Либо вы хотите шпарить там я не знаю Какой-то восьмиструнный металл конечно Можно тогда звукоснимателей приподнять Чтобы они были еще там злее Но если это вам нужно Вот такой небольшой разговорчик Всем до связи Пока Готовится много видео мощных И о Стиве Райвоне И о моем педалборде тоже большой обзор Все пока До свидос Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова